На встречу пригласили представителей управляющих компаний города, специалистов администрации курорта, курирующих вопросы ЖКХ, а также домкомов и членов ТОСов. Обсуждали работу управляющих компаний и формирование тарифов на обслуживание домов. Многих интересовал вопрос капитального ремонта многоэтажек. Власти дают однозначный ответ – участвовать в федеральной программе капремонта просто необходимо. Пожалуйста, объясните всем вашим знакомым о том, что капитальный ремонт обязательно нужно делать и обязательно его нужно продвигать. Деньги за капитальный ремонт нужно платить. Более того, они в Краснодарском крае невысокие, за один квадратный метр 5,32. То есть это немного. В других городах Российской Федерации, субъектах Российской Федерации, это значительно большая сумма. Сегодня сочинцы оплачивают счета за капремонт уже собрали более 100 миллионов рублей. 33 дома уже внесены в краткосрочный план. В первую очередь уже с начала мая будут отремонтированы те многоэтажки, процент сборов которых самый высокий. Поэтому крайне важно в том числе домкомам провести работу с жильцами, убедить их участвовать в программе. Вопросы в основном поступают от жильцов, наболевшие и что их тревожит. На эти вопросы фактически готовится ответ. Волнует то и интересует то, чтобы все-таки наши люди постепенно приобретали какую-то грамотность в социальных вопросах. Добавлю, что общественная приемная «Единая Россия» работает в Сочи с прошлого года. Она стала площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов образования, ЖКХ, экологии, здравоохранения и многих других.